Всем привет! 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 Мы сегодня сидим и ждем, когда нас заберут. Мы поделимся новостью? Когда есть новость? Почему? Ребят! Давай! Чего я так радуюсь, да? У нас пришло письмо на почту, что нас приглашает на интервью на канал IPTV3 на польский канал. На польский канал, да. Нас хотят взять интервью. Офигеть! Но проблема в том, что мы не знаем английский, польский, так что учить язык. Вот такая вот есть возможность, но она может прогреть. Хотя я уже придумала вариант. Может быть. Я бы хотела, мне интересно. Ну и тоже. В общем, поддержите нас лайками. Да, подписывайтесь, напишите, какие-нибудь проекты. Да, спасибо маму! Честно, я не знаю, это так приятно. А сейчас конец, что-то. Нас обещали забрать той игры, да. Один чёмчик забил. Просто как-то не хочется и постоянно его будут написывать там, потому что я понимаю, что у него ещё другие дела есть, кроме нас. Ну, мы нервничаем. Да. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка в описании. Да. В общем, ребят, мы вышли сейчас, пойдём поменяем деньги и купим чай. Надо закончиться чай, надо закончилась еда. И нас после обеда заберут, 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 заберут. Да. Нам сказали, что нашли квартиру, но она будет доходна в честь после обеда и нас заберут наконец-то. Очень рады. Да, и ещё хотелось бы сегодня поговорить на такую тему, что для каждого работа, вот, да, своя, типа хорошая. Музыка И поговорим мы о работе. Это не такой фейт, а ты. Слишком высоко за. Да, по-другому не кажется. Давайте пободнимусь. Поковри. Я хочу мой высокой. Так вот, да, задумалась я по этому поводу. Почему? Потому что мы вот заполняем на форум Серёжин, да, там вакансии, то есть нам ребята присылают. Вот. И как бы условия везде разные. То есть вы должны понимать для себя, как вы хотите вот работать, ну, что вы хотите от работы. Сколько там максимально часов, то есть это вам, да, работает по 12 часов, там, 7 дней в неделю. Вот. Если вы хотите остаться потом, возможно, в Польше или же совмещать полезное, приятное с полезным, то есть и работать, и какое-то хобби, увлечение, путешествовать, возможно, то вам подойдёт 8 часов работы, правильно? Или там, опять же, ну, как сказать, какие требования вы предъявляете к себе и к своему работодателю? Потому что кому-то действительно тяжело работать 8 часов, а кому-то 12 часов так вот, ну, нормально, 8 часов очень легко. Да, и, то есть, получается, того работодателя, который вас по 12 часов как бы заставляет, ну, как заставляет, то есть у него такие условия прописаны, что вы будете работать 12 часов, и 8 вы не можете, типа, там, работать, да, вот у него так. То есть, получается, его как бы нельзя назвать, что вот он кидалово или ещё что-то, то есть он свои условия как бы вам рассказал, объяснил, и вы должны их тоже выполнять, получается. Вот. То есть такой двоякий момент. Потом по поводу жилья. Есть работодатели, которые предоставляют, ну, как бы комфортное, да, то есть проживание там, отдельный пар и так далее. Но тут тоже такой момент, что, в принципе, если вы едете на заработки, то вам как бы комфортабельный отель никто не обязан предоставлять. То есть это будут просто должны человеческие условия, то есть не на полу вам кинули там матрас, хотя и такое бывает, и вы должны там... Иногда без матраса даже ложат. Сами покупаете матрас, бывают случаи. Да. То есть вы тут тоже... И, получается, он-то вам предоставил по факту жильё, предоставил, а вам уже, извините, подавайте там двухместный номер со всеми удобствами, да ещё и с обслугой в номерах. Ну, такого, конечно же, не будет, правильно? Да. Вот. И тоже такого, получается, нельзя назвать обманщиком. Он ведь предоставил жильё, и каждому свои условия. Кто-то предпочитает спать только там на гладко-выглаженных простынях. Вот. И, как бы, такой комфорт у него в жизни есть, и он считает это нормальным. Так вот, то есть вы должны понимать, что... Чего хотите конкретно отжильять, работать, развивать эти требования предъявлять, так сказать. И вот тема есть такая одна. Да, это как-то странно выглядит, мы нахнулись и разговариваем с... Столбом. Столбом. Мы когда ехали, нас отвозил наш будущий работодатель сюда жить на три дня, мы у него спросили данную ситуацию по поводу азиатов. Что там, по-моему, Польша подписала какой-то... Азиаты, Бангладеш, ещё что-то. Да, да, Польша подписала закон новый, что теперь будут их на работу брать тоже, как и украинцев. И он нам объяснил такую штуку, что... Да, их на самом деле проще брать на работу, потому что... Как он сказал, наши люди теперь знают цену себе. Себе цену, да. И они требуют уже большего, они просто жить там под крышей на пару. А семейные пары отдельно. Уже всё, требуют большего, да. Это хорошо на самом деле, а они этого не требуют. Им просто приехали работать, им просто дайте будь какую-то, они будут даже стоять там спать. И как бы мы не призываем, что это нормально, это ненормально, по нашему мнению. Потому что человек всегда, он не скот. Он должен сам себя уважать, конечно. Он должен стремиться к лучшему, саморазвиваться. И, конечно же, совершенствовать свои навыки, знания и в плане языка, и не только, конечно же, и навыки в плане работы, получать специальности и так далее. Но не нужно, во-первых, осуждать и тех, и тех, понимаете. Не нужно осуждать людей, которые ищут работать, пахать там по 12, там 24 на 7, так скажем. Вот быстренько там поспал и опять заработал, потому что ему надо максимально быстро деньги заработать. Значит, да, вот у всех свои мотивы. Мы приехали, мы как бы здесь все на заработках, но у всех этих заработках разные цели. Да, поэтому это такое дело, в принципе, каждому действительно свое. И обобщать это все в кучу, в одну, это немножко получается как бы заблуждение. И поэтому вы должны понимать, что здесь есть и такие условия, и такие условия, и такие условия. Здесь разные люди берутся за этот бизнес, да, по трудоустройству. Понятное дело, у них также есть свои жадный человек, совестливый человек, бессовестный ли человек и так далее. Также есть такое, многие говорят, что если вы приехали на заработки, вы должны терпеть все, что с вами происходит. Терпеть там саму грязь в жильях и так далее. Я хочу сказать, что вообще никто ничего не должен терпеть. Ничего не нужно терпеть, если так разобраться, заработки это не унижение какое-то. Многие люди приезжают на заработки и на вакансии, например, президентов компаний каких-то. Так же можно сказать, заработки. Да. У нас много политиков, так сказать, можно сказать, на заработках в Украине. Военнослужащие. Так же на заработках, потому что все ездят из своих стран, куда-то другие страны зарабатывать. Это ничего такого здесь. Это нормально, и все должны требовать нормальных жилья, условий. Да, и хотелось бы также заметить, что вообще труд, он не может быть никогда зазорным. Не важно, что вы делаете. Моете вы унитаз, выносите ли вы мусор. Либо вы там красите дом, строите этот дом. Извините, но мы все люди, и мы ходим в унитазы, в туалет. Мы выкидываем мусор и еще как даже. Мы из обезьян стали людьми с помощью труда. Да. И вы, когда вот обезьян, фу, вы там батраки или еще что-то. Ребята, блин, мы гордимся тем, что мы сейчас здесь находимся, что мы живем в своей жизни. И способны заработать на это. Мы зарабатываем, да. И мы абсолютно этого не стыдимся. Если вам это стыдно, если вам труд стыден, извините, но мне вас жаль. Да. Ну честно. Постоянно нужно быть стыдно не уметь заработать деньги. И постоянно плакать на жизнь, что вот так все равно жить нет денег совсем. Ребята, цены числа у нас в сайте. Прompassите. И ставьте лайки. Вот взяла показать примерные цены. Здесь у них, в принципе, всегда цена с ценника. ценника 6 7 числа минус 50 процентов 8 не за и не работают на на приучет у них 9 числа 9 числа у них 2 и 5 злотых все и потом получение нового товара и потом опять по новой да такое кстати ребятам появилась такая и сыра идея точнее она появилась у меня сиро об этом тоже узнает очень говорили о том что сколько нас сколько можно прожить на западу в польше месяц и мы можем сделать на одну зарплату сколько месяцев может взять взять одну сумму какую-то и не и жить как можно максимум на 2 месяца и будем все расходы наши подсчитывать супер мне нравится давай на одну заплату одного человека мы берем 3 месяца и будем здесь писать минус 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 сколько денег у вас остается и сколько плюсуется прикольно каждое видео минусывает да? супер вам нравится? если вам нравится пишите лайки ставьте лайки и дайте нам знать вообще и мы это начнем делать в принципе наши первые заплаты ну да круто так что оставайтесь с вами да у серёжи мечта купить огромную пачку туалетной бумаги 24 ровно здесь 24 ровно стоит здесь малина вот смотрите 5 злотых 5 злотых 5,8 здесь у нас серёжа узнал много интересной информации про этот небольшой но городок в который мы уже успели влюбиться да расскажи этот город был основан в 1222 году точнее основан на первое упомнение в нем были в этом году здесь самый знаменитый парк в этом городе парк Планты был в 17 веке да? в начале 18 века да и в середине 18 века не помню то есть мы еще даже до этой информации увидев эти огромные стволы такие поросшие мохом у меня есть фотография в инстаграме это дерево вообще меня настолько энергетически привлекло да что вообще не передать просто словами реально также этот город был в 1939 году захвачен немецкими войсками а в 1945 году был освобожден советскими войсками в центре города в доме 33 остался есть подвал у которого стены и средневековые стены ну да самом деле здесь вот можете действительно это недалеко от катавиц приехать может быть на пол денечка здесь нету ничего такого очень удивляющего но вот кому нравится вот это ощущение какой-то сказки в этом заповеднике я вот вам честно мы гарантируем вам что это будет да особенно в той вот части где вот сейчас мы туда пойдем там до старая как бы часть здесь более облагорожена так все так знаете что мы будем начинать более усиленно учить английский на то что была очень неприятная ситуация нам стало очень сильно стыдно к нам подошла девочка 25 наверное 4 да да и что-то спросила за группу на поиск мы скажем что мы не понимаем на поиск москва а и лишь и мы такие и да ладно что вы поиски не понимали ситино то что английский действительно пипец дело в том что наш английский примерно такое что мы можем прочитать что-то на английском понять все ну как бы может быть и услышать но проблема языковая по большей части это вступить диалог до с англоговорящим человеком и просто даже какие-то фразы банальные да там но озвучивает до самостоятельно в общем мы тебе решили что еще я посмотрю онлайн курсы очень сильно и всем советую всех учитель виски да все очень молодцы конечно что здесь так ну уделять момент английском украшу маленький ребенок то есть и на вид лет 10 11 она в принципе свободно но типа мол если мы англоговорящий она бы с нами перешла легко английский язык и с нами по разговоре есть очень сильно уделяется по моменту английском языке и учат такие в принципе многие знают его это очень хорошо в общественных заведениях везде вы услышите если вы говорите я нам не может попозже то есть спекину лишь а смотрите мы нашли скорее всего заброшенное кладбище такие очень старые надгробия еврейских кладбища это а да мы я так же в киеве и смотрю что здесь самое старое еврейское кладбище есть вот это да смотрите какое надгробие камнем он же на это и на их языке иврит и в наверхе написано да представляете тут деревья все прям практически в этой зарослях вот таких красивых еврейское кладбище самое старое надгробие датируется середине тринадцатого века представляемое старое еврейское кладбище было уничтожено во время второй мировой войны представляете да самое старое надгробие 13 веке с ума сойти пойдемте пройдемся я не думаю что сюда можно зайти скорее всего нельзя но да здесь все заросшее такой памятник конечно надо запущено здесь такие вот кресты для закрыта смотрите какие старые если видно а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне интересно, как это работа, потому что работа далеко от жилья. Но мне нравится живем, потому что у нас маленькая, у нас своя комната, потому что большая красивая кухня, потому что не надо ни с кем делиться местом на кухне, потому что мы первые заселились. Но мне не нравится то, что нужно все отмывать. Ребята, у нас супер новость! Тут очень красивый парк, там вот дядечка занимается спортом, умничка, смотрите, приседает. Тут очень красивый парк, нам он уже очень нравится. Прикольные такие стульчики, смотрите, они раскладные в виде яичка, но мы ближе еще покажем, потом его раскладывают и сидят. Вот, Серега там сейчас запоминает адресы, мы пойдем в Ашан, потому что у нас нет еды. У нас отличная квартира, нам все нравится. Вон тут птичка что-то бухает, бегает. Вот, и пятого числа мы выходим на работу. Сегодня второе, то есть через три дня мы приступаем к работе. В четверг. В четверг, да, то есть в пятницу поработали, в субботу не факт, что будет сразу нас вызовут, но возможно, потому что там субботы с переработками, может быть, как бы они возьмут поопытнее сотрудников. Прямо возле дома, у нас возле дома два торгового центра, парк, музей, мировой суд и 10 минут Ашан. Да, просто мега круто. Мировой суд мы, конечно, не сможем вас провести, уж у нас пока что нету таких блат, такого блата. Вау, он тебя не съест? Внутри надо сидеть, а встанешь, а оно закроет. Ага. Я люблю желтое. Это крутая штука. Мы это как дикари. Мы это как дикари, потому что мы полиции реальные. Это очень красиво. Называется город Рыбник. Да, красиво. Смотри, как красиво. Мы дошли до Ашана, нашли очень крутой, красивый парк и решили загнуть в него до Ашана. Мы заходим в Ашан. Он такой пустой. Да? Вообще пусто. Зачем мы вышли в Ашан? Мы хотим купить домой еще и средства, домой. Вымыть комнату, также вымыть кухню, потому что там запах такой не сильно приятный. Надо все помыть и глядь какая-то пить. Также купить что-то покушать. Потому что мы уже не кушали, почти неделю не кушаем нормальную еду. Мы кушаем только мявину и еще будет офигню сосиски. Да, и уже животы болят. Ж животы болят, и будем поикушать нормальную еду наконец-то. Шоке, здесь настолько большой выбор молока, это просто пипец, я хочу сюда попробовать. И смотрите, какие печеньки есть тут. Упс. Конопляные печеньки, Зай. Ты знаешь, что я хочу попробовать? Конопляное молоко. Молоко, прикинь. Прикинь, а сколько оно стоит? 13 злотых. Ого, рекордно. Конопляное молоко, ребята. Это пища. Кора. Кора. Эко. 7 злотых, мать его, так. Вербабила, кора. Надо, наверное, настой какой-то делать. Может, реально. Я думала, вы начали получать деньги здесь, кажется, все слишком дорогим. А после того, как вы начали получать первую зарплату, здесь кажется, все слишком дешевым. Да. Пардос такой в магазинах. Вот мы скупились, у нас получилось 65 злотых. Мы купили моющие для посуды, для паров. Для меня, стильку. На мою. Да, тоже купили покушать на 2-3 дня. А мы сейчас идем домой. Я устала как-то, сейчас уже вообще не хочу. Включено. И у нас, как всегда, проблемы со светом. И пока что мы не располагаем финансово купить лампочки. Они реально здесь очень дорого стоят. Да, это он пока так. Мы решили в этот раз купить лампочки. Мы после не показывали. У нас 2-этажная кровать опять повезла. Мы будем спалять за раз на втором этаже. Потому что это комфортнее, чем на первом. Ну да. Завтра мы пойдем покажем город Рыбник. Он очень красивый. Мы живем практически в центре. В центре живем. Покажем наш балкон. У нас в 5 метрах от дома 2 торгового центра центральных. У нас вид с балкона на центральную площадь. И тут хоть есть где поворать, чтобы смотреть. Очень крутое жилье. Если честно, из всех, где мы только не были. Это реально самое классное. Но есть минус. Очень далеко до работы. Да. И туда не ходит никакой транспорта. Потому что завод новый. Да, поэтому сейчас пока решается еще и вопрос с транспортом. Да. Вот. Ну я думаю, что он решится. В принципе, здесь автомобили не стоят так очень дорого. Ну будут, скорее всего, высчитывать верплаты на проезд. На бензин. Ну, это все равно то же самое, что ездить своим ходом. А как в машине. Ну как бы. Все, ребята. Спасибо большое, что вас смотрят. Пишите лайки, комментируйте, подписывайтесь. И всем до завтра. Всем пока-пока. Пока и на руче. Всем пока.